Итак, в этом видео я хочу вам показать, как из рисунка нейрографики, например, это алгоритм АСО, уже с фиксацией, полностью завершенной, можно сделать нейроарт. Во-первых, это практика, она продолжение работы над этим алгоритмом. То есть мы не просто делаем красивую картинку, а мы ее переосмысливаем, осмысливаем, даже можно так, наверное, сказать, и продолжаем над ней работу. То есть на этой работе у нас есть с вами три слоя. Первый слой – это наше округление, которое мы сделали. Дальше сопряжение, дальше у нас архетипирование. И последний слой – это у нас слой фиксации. Вот, значит, что хотела показать. Если мы возьмем, значит, толстый маркер, да, вот мы с вами сделали фиксацию, последний слой мы должны все проработать и провести стилизацию работы. Вот, далее, ну, я тоже там увидела, да, какие-то у меня незавершенные, да, есть элементы. То есть постарайтесь прямо все-все-все округлить, да, чтобы ваша работа была полностью гармоничной. Даже я советую закончить ее, отложить в сторону на какое-то время или затем вернуться к ней. Значит, ну вот в данном случае я вернулась, да, я увидела, что вот этот вот элемент в центре фиксации, да, чем-то он напоминает мне какой-то бутон нераскрывшийся, да, то есть какой-то там цветок может быть. И мне пришла такая идея, как роза мира, да, роза любви, то есть как бы вот именно нераскрывшийся вот этот вот бутон, да, который мы хотим в нашей, например, уже, грубо говоря, в нашем нейроарте раскрыть. Как мы это делаем? Смотрите, я уже подготовку сделала, вы будете делать все заново, да, соответственно, что мы делаем? Мы создаем с вами новый слой. Вот у меня написано по-французски кальк, но это слой, да, соответственно, мы его, вот я вам его открываю. Слой в мультиплай, да, соответственно, стиль его. И далее я добавляю еще декоративные слои, например, вот еще один слой мультиплай, да, то есть чтобы углубить цвет, сделать его более глубоким, да. Далее, значит, что я делаю? Я выбрала для себя сюжет, вот, в данном случае этот сюжет, это вот такая вот розочка. Значит, либо вы ищете картинку в интернете, вот, либо вы можете нарисовать ее сами, да, то есть взять вот именно, я хочу, чтобы эта роза раскрылась, да, то есть именно идея раскрытой розы, да, она поможет мне реализовать мой алгоритм, да. Далее я добавляю слои, то есть вот вы рисунок добавили, да, вот в данном случае моя розочка, она в формате нормал. Вы можете посмотреть другие варианты, которые у нас тоже открываются слоев, но вот формат нормал с небольшой прозрачностью, например, 65%, вполне достаточно, да. Дальше, дальше я добавляю слой, вот, ажи-то это по-французски, добавить это по-русски, да, соответственно, слой добавить. Вот, и далее я добавляю уже еще один слой с таким же свойством, вот, и на нем я прорисовываю все линии. Можно все рисовать в одном слое, но, сами понимаете, чем больше слоев вы делаете, тем проще вам редактировать, и тем проще вам работать с этим изображением дальше, да. Вот, основная тематика моего рисунка, да, была о спокойствии, о мире, да, в моем доме, о мире на земле, о любви, радости, да, и, соответственно, может быть, даже созидании, да, то есть творчестве. То есть основная идея работы, она заключается в этом, потому что мне сейчас, да, больше всего мне хочется именно спокойствия, спокойствия, любви, добра, это, в общем-то, на самом деле то самое, чего нам больше всего нужно в жизни, вот. И, соответственно, над этой темой я работала, начала я работать вечером, да, сейчас уже утро, вот, собственно, немножко другой настрой, другие какие-то вибрации, да, но тем не менее мы продолжаем работать над этой темой, да, и, как бы, мы её углубляем, вот. Вы можете работать над любым вашим сюжетом, да, над тем, что вас трогает. Мы возьмём с вами, разумеется, там и финансы, и всё остальное, вот. Просто вы должны понимать, что строим мы, да, всё на неком фундаменте, и ваше психологическое состояние, да, ваше моральное состояние, оно и есть фундамент ваших, ваших возможностей, да, ваших, соответственно, каких-то целей, да, и для того, чтобы вести дальше, да, разговор, там, о финансах, о каком-то, там, процветании в бизнесе и так далее, нужно вначале настроить гармонию с самим собой. Это очень-очень важно, и я вам советую, ну, вот, начать именно с внутреннего состояния, да, и дальше мы пойдём уже, соответственно, прорабатывать, в общем-то, ваши бизнес-планы. Хотя это не обязательно, мы можем начинать работу и с бизнеса, вот, у меня как раз так получилось, ну, исторически, да, я начала, хотя у меня был такой достаточно серьёзный моральный раздрай, да, в каких-то личных отношениях и так далее, вот. Тем не менее, я начала прорабатывать финансы, вот. Было достаточно тяжело вначале, но потом, соответственно, всё пошло хорошо, вот. Но в любом случае я всем всё-таки советую начинать с алгоритма АСОВ. Почему? Потому что он как раз вот и приводит вас в состояние спокойствия, да, в некую балансировку производит, да, и даёт вам возможность дальше уже спокойно прорабатывать ваши вопросы. Значит, что я сейчас делаю? Вот эта фигура фиксации, в моём случае, да, это вот эта роза. Вот видите, как она здорово засияла, да, с помощью вот этого слоя. Видите, вот этот вот цвет я выбираю. На самом деле цвет вот такой маджент, да, то есть фиолетовый такой оттенок, это цвет как раз философского такого настроя, философского состояния, да, это цвет прежде всего духовности. Вот, не бойтесь этого цвета, да, я знаю, там, в интерьере не советую, да, этот цвет использовать, там, цвет одиночества, ла-ла-ла. На самом деле это не так, да, то есть это вот именно некая духовность, это состояние как раз спокойствия, это уже самые максимально высокие вибрации, скажем так, да, вот, высокие уровни, да, высокие уровни сознания. Поэтому, в принципе, цвета этого бояться не стоит. Видите, вот эта вот шкала, она позволяет нам делать рисунок не монохромным, да, а его, над ним работать, да, и делать его более таким сложным. Вот видите, меняя эти оттенки, да, наш цвет сияния, он тоже меняется. Не знаю, насколько видно, да, она, ну, я думаю, что хорошо видно. Камера хорошая. И, соответственно, вы увидите вот эти вот все переливы, да, то есть у нас такая своего рода, как бы вот такая сияющая получается радуга-не радуга, да, но вот роза переливается разными оттенками. Вот, поэтому это здорово. Старайтесь, когда вы используете вот эту вот кисточку светящуюся, да, вот она у нас световое перо называется по-русски, вот, и, соответственно, старайтесь ее в разных оттенках использовать. Вот, это очень здорово. Вот, и старайтесь не переборщить, да, потому что вот тоже я уже сейчас ухожу, видите, далеко от центра, и получается, что как будто бы слишком много, да, то есть вот тут баланс тоже нужно стараться сохранять. И акцент, да, то есть не забываем, где мы поставили точку акцента, да, вот у меня тут бутон какой-то, да, раскрывается. Вот, соответственно, на нем мы и делаем фокусировку. Вот. То есть смысл-то в том, что мы с вами, к чему я как раз хотела, да, донести, что рисуя наш нейро-арт, мы продолжаем психологическую работу, то есть мы продолжаем работу над нашими задачами, над нашими целями. Это все еще не айрографика, это не просто мы там картинки красивые, да, с вами рисуем, вот. То есть это важный, на самом деле, аспект. Почему происходит перерассмысление? Вы заметили, да, что когда я нарисовала вот асу, у меня на самом деле переполняли, в общем-то, достаточно много, да, различных эмоций, это какие-то там, ну, знаете, там ситуации, да, разные бывают, стрессовые. Я, как правило, когда начинаю стрессовать, я обращаюсь к этому алгоритму асу, да, я его спокойно-спокойно прорабатываю и дышу, обязательно практики дыхания, вот. Мы с вами сделаем такую работу тоже на курсе, на курсе пользователь. Мы изучаем алгоритм асу, если у вас у кого-то есть желание, разумеется, пишите мне в личку, да, и мы с вами проведем этот курс. Вот, цены у меня пока низкие, самые такие, скажем, номинальные, да, и вот эта база, она, по сути, как раз и будет для вас базой для дальнейшей работы с нейроартом. Вот, то есть как только мы с вами асу проработали, да, мы переходим к нашему нейроарту. И смысл в том, что вот та тема, которую мы с вами задали, мы над ней и продолжаем работать. Что произошло вот с моим рисунком, да, то есть когда я рисовала, я не понимала, чего у меня там зафиксировалось, да, какая у меня там фигура фиксации, ну, что-то зафиксировалось, да, то есть я еще не понимала, а вообще, а что это, да. Ну, давайте попробуем создать, например, новый слой. Сейчас в процессе рассуждений, да, я вам еще немножко корректирую, да. Ну, вот в данном случае я, наверное, хочу сделать еще один мультиплай, да, и добавить туда цветов. Вы можете... Так, так, продолжаем. То есть если, значит, вы видите, что у вас получается перегруз немножко, да, вы можете что сделать? Вот, убавить свечение. То есть просто взяли резиночку, да, и по этому же слою прошлись и немножко сняли акцент, да, то есть чтобы зафиксировать, что все-таки основное у вас, идея, да, основная она, соответственно, в центре. Значит, что касается глубины цвета слоев дополнительных, значит, вы можете создавать слой мультиплай, либо работать на предыдущем, например, слой мультиплай. Вот, где у нас, например, вот этот, да, слой. Ну, чтобы не смешивать с фоном, соответственно, можно создать новый, да, взять кисточку. Вы можете взять любые текстуры, да, то есть у нас есть, вот, например, индустриэль, да, то есть у нас есть вот такая вот какая-то облачность, да, вот пустошь называется, да, ну, в принципе, там, грубо не бояться слова, вот, можно его перенести чуть-чуть вниз, да, чтобы он нам свечение наше, например, не снимал его активность, да, но в то же время сделал картинку более контрастной, вот, и она придает такой вот эффект, да, интересный. И, соответственно, ваше свечение, да, становится еще чуть более контрастным, вот. Вот, ну, то есть вот такие вот вещи, да, можно делать. Ну, соответственно, меняем размер кисточки, да, и вот мы, например, опять же сгущаем тень, да, ближе к центру композиции, вот. Теперь, смотрите, покажу вам такой вот интересный элемент, да, который можно сделать. Ну, соответственно, вы уже поняли, как прорабатывать все линии, да, теперь мы добавим такую штуку, вот, например, возьмем слой, который у нас добавить, да, и возьмем кисточку, ну, вот, во французской версии люминас, да, в русской версии это световая кисть, свечение. Можем выбрать цвет, например, я люблю чуть-чуть синевой, потому что у меня синий фон, да, вот так можно, да, можно, кстати, оранжевый тоже брать, очень красиво получается. И теперь, смотрите, мы берем, проводим вот так вот, раз, и мы тащим ее. И у нас вот получается вот такой вот абсолютно волшебный эффект. Теперь, смотрите, мы можем менять. Итак, продолжая рисование, да, мы добавляем немножко света вот в этот наш круг, вот, можно это сделать с помощью световой кисти, то есть не светового пера, а световой кисти, вот, и, соответственно, мы вот этот вот круг, да, делаем более ярким, более светящимся, с помощью слоя вот этого добавить, вот. Соответственно, у нас получается такая некая светящаяся сфера. Вот, что мы делаем дальше? Дальше, значит, я вам хотела показать вот эти вот цветовые элементы, да, вы можете выбирать различный цвет, например, вот, ну вот какой-то, да, такой вот, вот, и посмотрите, что у нас произойдет, то есть мы берем, оп, такую легкую роспись, росыпь делим, держим ее, удерживаем край, и таким образом мы можем вот такое вот волшебное действие, да, совершить, то есть ее немножко как бы потянуть, да, и, соответственно, она будет растягиваться. Вот так же мы можем менять оттенок, да, менять диаметр кисти вот этой световой, да, вот этого пятнышка, соответственно, световую, и его различным образом растягивать. Вот так, например. Так же вытирать можете с помощью такой же кисти, то есть если вы создаете резинку, например, да, и ставите на нее тот же самый слой, да, то у вас точно так же часть вот этих пятнышек, да, она будет вытираться. Вот, в общем-то, тоже неплохой эффект, да, то есть они хаотичным образом, соответственно, будут вытаскиваться. Вот. Так, что еще нам показать? Ну, давайте попробуем оранжевый, наверное, может быть, как вариант, да, может быть, даже немножко в красный. Вот, видите, тоже очень красивый получается эффект. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok